Сегодня 23 июня 2017 года, степь в километрах в 15 от Симферополя. Хочу сегодня показать урожай некоторых орехоплодных. Вот перед нами миндаль, растет у соседей. Это над птиц так защищается этими всякими клеенками. Вот я за ним наблюдаю несколько лет, и каждый год на нем урожай миндаля. Вот вокруг все деревья могут быть пустые, а на этом всегда вот такой хороший урожай. Причем он растет в этой каменистой степи просто как дикое дерево. Никто за ним не ухаживает, не поливает. Тем не менее, каждый год он с урожаем. Что за сорт, никто не знает, потому что хозяйка покупала его на рынке с рук. Вот такое дерево. Миндаль по размеру средний. Я чуть дальше покажу свои миндали. В этом году кое-что у меня тоже есть. Размер средний, но ежегодно плодоносит. Вот такие надо брать на заметку. Прививать себе, селекционировать. Каждый год, без всякого ухода. Вот люди пытаются выращивать грецкий орех. Но не получается его здесь выращивать, потому что 60-70 сантиметров какая-то земля, пусть и каменистая. Дальше идет разборная скала или просто скала. И вот он корнем утыкается в эту скалу и начинает засыхать. А вот соседям немножко повезло больше. Вот грецкий орех, метров 5-6 высотой. Скала здесь, видимо, дальше. Вот посмотрите на урожай. Орех полностью облеплен. Вот такое чудо. Вот внизу орехи. А рядом, совсем рядом, в 5 метрах, другой орех. Вот здесь практически урожая нет. Почему я и говорю? Надо брать на заметку те деревья, которые плодоносят каждый год. Вот рядом, пожалуйста. И вот именно их как-то культивировать, прививать, селекционировать. Посмотрите, какой чего. Я такого никогда не видел. Вот тоже вроде урожай на грецком орехе. Но уже совсем не то. Отдельно взятые. Совсем чуть-чуть. Абрикоса в Крыму последние годы родит раз в 4-5 лет. Вот и то, очень мало. Вот большая абрикоса, вот на ней видно почти весь урожай. Может быть, десяток таких висит и все. Вот зашел на свой участок. Когда-то мы планировали серьезно заниматься миндалем. Ну и, наверное, слава богу, что не начали сильно в это внедряться. Вот урожай. Это сорт, насколько я понимаю, форос миндаля. Довольно-таки крупные орехи. Но в целом дерево, можно сказать, что пустое. Где-то есть, где-то нет. Но если бы условия были более благоприятные во время цветения, если бы не было возвратных заморозков в апреле, как оно обычно у нас бывает, частенько. Было бы, конечно, лучше. Вот еще наш миндаль. Тоже форос. Посмотрите, какие крупные орехи. Опять же, не сказать, чтобы много. Так, местами. А так он, конечно, полупустой. К сожалению. Вот миндаль. 5-6 лет ему. А плодов с гулькин нос. Вот фундук у нас. 5-6 год ему пошел. Первый год в этом году урожай. Тоже покупали как трапезунт. Оказался не трапезунтом. Но вот урожаем он нас радует. Для первого года ничего так. Здесь в степи у нас молодая посадка. Трапезунта. Вот саженец. Второй год у нас растет. Есть на нем орехи уже. Вот одна зависть. Вот вторая зависть. На этом маленькой двухлетке. Вот еще. Саженец второго года. Ну вот совсем маленький, такой небольшой саженец второго года. Вот ради хохма покажу. Вот рады у нас первым орехам. Ну на этом буду заканчивать. Смысл моего сегодняшнего видео в том, что лучшую перспективу по регулярному плодоношению, по крайней мере, в своих краях, в Крыму, я вижу именно у фундука. Ну и в частности у сорта трапезунт. На испытания еще 5-6 сортов у меня, кроме трапезунта. Но через несколько лет буду показывать результаты. Всем успехов! Занимайтесь фундуком!